2022 год синего, водяного тыгра, повод для уходного календара, распочинается 1 лютого. Сустракать китайский Новый год стала традицией для вучения у 1-й гимназии Гродно. Справа в том, что удачные установки у сурьесы занимаются выкладанием и выучением мовы и культуры Поднебесной. Как выяснилось, сустреча символа проходит за усёды, урочистые протягла. У Китая Новый год означает Мальтидень. Отмысловую программу и святочную церемонию для синего водяного тыгра зладили и гродзинские гимназисты. Татьяна Гришук усё убачила. У гимназии номер 1 Гродно китайскую мову выкладывают уже 5 годов. На занятках вучения старанно выводят иероглифы уседливо и терпливо. Мастерство цянь-джи потребует не меньшей концентрации. Научить выразить с паперы призванный майстер-класс – частка программы святкования китайского Нового года. Мы вырезаем иероглифы. Иероглиф «Фу счастье». Его китайцы вешают в качестве украшения на двери. Обязательно этот иероглиф нужно перевернуть, чтобы он действительно принёс счастье. Для того, чтобы заниматься искусством дзянь-джи, обязательно нужно терпение, потому что это очень кропотливая и долгая работа. Про далёкую исходнюю краину гимназисты ведут немало. Цикавый факт. Любимое свято Новый год китайцы означают двочи – по грегорьянским и исходним календары. Множество всяких обрядов и традиций, начиная от запускания фейерверков в первый день, заканчивая праздником фонарей, которыми заканчивается этот праздник. Он приручен к полному завершению цикла по лунному календарю, поэтому его ещё называют праздником весны и праздником лунного Нового года. Также там устраиваются разные фестивали, и есть очень тёплая традиция – собираться всей семьёй дома. Есть традиционные китайские пельмени, и из интересных фактов для студентов в пельмени добавляют монетку. И эта монетка зависит от того, кто её найдёт, тому будет сопутствовать удача весь учёбный год. Святочный китайский стол немахчимо уявить безголовной стравы пельменев. Цяоцзы символизуют переход от старого до нового. И хлебкой китайцы притягивают поспех и здоровье. На это различывают и ученицы класса конфуций, которые долучились до смачного обраду и частовали традиционной стравой у всех жадающих. В китайской культуре левка пельменей – это таинственный такой процесс, потому что мясо внутри означает как членов семьи, а тесто, которое их оборачивает, это означает их единение. И поэтому традиция заключается в том, чтобы семья объединялась в этот праздник, и они все вместе делали пельмени. В гимназии номер один – одна с дня многих в Украине, где занимаются выкладанием и выучением китайской мовы и культуры. 140 человек выказали жадание освоить азы. Есть и пелные поспехи, да прикладу на предметных олимпиадах. Учащиеся класса конфуция достигли серьёзных результатов. Это и ежегодные победы во всех четырёх этапах республиканской олимпиады. Сейчас у нас прошёл третий этап республиканской олимпиады, где три наших учащихся заняли три первых диплома. Ежегодно мы принимаем участие в конференциях. И в прошлом году наша ученица заняла третий диплом на республиканской конференции исследовательских работ. Также у нас создан театр «Поднебесная», где мы также ежегодно принимаем участие в областных конкурсах любительских театров. Выучение китайской мовы – перспективный керунок. Тому у гимназии шукают мощности протягнуть новых выкладчиков, поширить горизонты. Як вядомо, Гродиншина развивает сопрацовнение в разных сферах с китайскими провинциями Хайнань и Ганьсу. В Веншаване с Новым годом або святом весны жихарам и караунисту провинции Астаршини Аблваканкама у Владимира Караника для жихарова Поднебесной уже стали традицией. Уважаемый господин губернатор, искренне и сердечно поздравляю вас и всех жителей провинции Хайнань с наступающим праздником Чунцзай. Рад отметить укрепление и расширение нашего взаимовыгодного регионального сотрудничества. Это неотъемлемая часть стратегического партнерства Республики Беларусь и Китайской Народной Республики, основанная на крепкой дружбе, доверии и уважении. Поражаю уверенность, что в новом году заложенный нами фундамент отношений станет основой для продвижения устойчивого развития во имя благополучия и процветания будущих поколений. Наступление Нового года по китайским календарам пропадает на 1 лютого. Володары цинивадянный тыгр будет до 22 студеня 2023 года. После правы галонного символа года у своей лапки возьмёт чёрный трус.